Меня зовут Алешин Алексей Николаевич, мне 59 лет. Как я дошел до жизни такой, по поводу стенда этого устройства, где-то в 48 я заболел. Вот внезапно меня скрутило спину, просто очень сильно. И вот с этого момента у меня начались муки, порядка, около года чуть больше, наверное. После МРТ я от операции отказался, решил лечиться традиционными методами. Или, как скажем, не традиционными. Вот традиционная медицина, в общем-то, она мне помогла только в одном случае. Она сняла острую боль, тупая у меня присутствовала всегда, я не мог двигаться легко. Ходил на работу постоянно с тяжестью, постоянно. Но, тем не менее, я, в общем-то, продолжал ходить на тренировки. Тренировки у меня проходили так, что я, допустим, абсолютно не бегал на беговой дорожке, потому что, как только я делал первые два шага, у меня тут же хватали мышцы, брали судороги. И, в общем-то, я понимал, что это нагрузка на позвоночник, вертикальная. Это не мое. Делал себе упражнение на раскрытие позвоночника. И вот в какой-то момент, когда я занимался на брусьях, я одел пояс штангиста к нему, прикрепил вес, там килограмм двадцать, я отжимался на брусьях. И вот как только я поднялся, пояс потянул вниз, и боль вот эта, тупая, постоянная, она просто в одну секунду исчезла. Ну, я десять раз отжался, как положено, спустился, боль вернулась. Ну, зато мне стало ясно, что мне надо делать, куда мне, в общем-то, двигаться. Ну, приехав домой, начал лопатить уже в интернете. Что по этому поводу говорит вообще, вот, не только наука, а что говорят люди? Ну, в общем-то, надыбал я, нашел. Один интересный момент в виде доски Евминова, как мне показалось, очень удачная, но, сделав ее, я понял, ну, всего такую конструкцию, которая мне, в общем-то, ни в какой мере не удовлетворяла. Если положить ее так, как там предлагались под тридцать градусов, угол наклона, это был бы тот же турник, на котором надо упираться, надо висеть, опять же, все через силу. Ну, внутренний голос как-то мне подсказывал, что надо делать. И вот шаг за шагом я дошел до конструкции, которая вся была в роликах. Первая, естественно, конструкция после доски Евминова была, ролики только под спиной. Потом еще больше. А потом, когда я ее сделал полностью, все, вот тогда я почувствовал легкость, почувствовал свободу действий. И, в общем-то, занимаясь на стенде, на этом, как я его назвал, стенд, я даже не помню, как боль у меня просто исчезла. Как я потерял эту боль, я просто не помню этот момент. Вот она просто была, и она мягко-мягко просто превратилась в ничто. И с этого года уже сколько лет, 10 или сколько лет, ну, 12, может быть, я живу абсолютно нормально. Естественно, у меня после нагрузки дневной, и также поясница подсаживается, я чувствую, что мне тяжело. Если я там за рулем по 14 часов еду куда-нибудь в город другой, то я так же, как все, чувствую тяжесть. Но эта тяжесть, она для меня уже, в принципе, ничто, потому что я умею с ней бороться. Я выхожу там, потянулся. Если у меня под рукой стенд, это вообще шикарно. Там 5-7-10 минут, и все, я опять новенький, поехал дальше. Кстати, я могу сказать одну вещь. Когда я наблюдал за собой в работе вот этого стенда, у нас усталость максимально зависит от того, как наш позвоночник сжимается. Как только я его растягиваю мягко, то усталость просто исчезает. Это компенсация, видно, вот тело, когда он чувствует, мозг, что у нас позвоночник максимально сел. И это опасность. Он создает такое положение вот для человека. Человек чувствует усталость. Ему надо полежать, поспать. И, в общем-то, идет восстановление во сне. Все у нас, в общем-то, восстанавливается во сне. А этот стенд, как оказалось, имеет угол наклона 10 градусов рабочий, вот именно для восстановления. Это максимально приближенное к горизонту. Организм очень хорошо воспринимает, очень хорошо в этом наклоне расслабляется. Да плюс ролики, которые помогают телу как бы скатываться вниз. И тем самым еще больше усиливать весь этот эффект. Ситуация такая, вот насколько я уже общаюсь с людьми, кто пользовался этим стендом. У меня были мамы, которые покупали детям своим. Девочке, самой маленькой, было 6 лет. У ней там начинались какие-то уже сколиозные движения в организме. Очень шикарный отзыв. Кстати, Анна живет в Австралии. Потом мама для сына купила. Сыну около 12 лет. Сейчас точно не вспомню. Была прислана мне фотография. Говорит, можно ли что-то сделать сыном? Мальчик. И говорит, у нас, в общем-то, медицины здесь нет. Ближайший месяц там где-то, никто не верется, никто не подсказывает. Ну, купила стенд. Мною было... Я ей переслал. Я ей рассказал... В... Самом кра... Я ей рассказал абсолютно кратко, что надо делать, на что обращать внимание. Они прекрасно все это сделали. И вот у меня есть фотографии через 10 дней, через 20 дней. Вот начальное, потом 10 дней, потом 20 дней. Вот когда он стоит после 20 дней использования, сам мама, он и больше никого. Не врачей, кто бы им подсказывал. Все по наите. Им было сказано, как это все, на что обращать внимание. Вот мальчишка, вот балерину не уступит. Вот реальная красивая осанка. Вот это в интернете можно найти. Люди пользуются абсолютно любого физического состояния. Даже с избыточным весом. Абсолютно легко переносит это все. Ну, это видно. Спортсмены, которые максимально сильны телом, также очень легко расслабляются на этом стенде, также легко получают пользу. Мой товарищ взял стенд для мамы. Маме 88 лет. И вот есть видео, опять же, в интернете, как она его использует. Вот преклонение перед женщиной. При использовании 10 дней, там уже было видно, что руки начинают двигаться, колени начинают двигаться. Она 2-3 часа поработает на огороде. Чувствую, что ее зажимает. Идет ложиться на этот стенд. Делает там 15 минут своих упражнений, которые она сама, в общем-то, придумала. Да, потому что ее физические возможности очень ограничены. Но даже это ей помогло так, что она уже не прибегает к помощи костоправов, к кому она постоянно ездила, чтобы ее поправляли. Она, в общем-то, стала совершенно независеть от врачей, от ребят, которые помогают. То есть она стала единицей в обществе опять. Вот все это можно увидеть в интернете. Вот опыта такого, чтобы позвоночник был в пластинах, пока не было. Но я могу сказать, что вот эта нагрузка на растяжение, вот то, что вы сейчас увидите, нагрузка падает на тело, скажем, в 10 раз, которая приходит на руки. Вот этот наклон уменьшает нагрузку на руки в 10 раз, нежели чем от той нагрузки, которая испытывается при висе на турнике. Ну, так как поясница у нас в центре тела, у нас верхняя часть, она не влияет на растяжение поясницы. Вниз тянут только ноги, да так же таз и ноги. Вот получается, там растяжение на поясницу, там, ну, килограммы 3-4 приходится, совсем минимум. Вот все дело в мозгах, нам надо расслабить мозги. Здесь получается очень хорошо. Поэтому, если стоит пластина, никакой опасности нет. Если он ходит, если он спит, ну, полежать вот в расслабленном виде, это, по-моему, самое то. Потому что пластина, ну, между двумя сегментами, тремя сегментами. Но все остальные-то рабочие. Все остальные принимают нагрузку, и даже повышенную. Так что я не вижу в этом опасности никакой. Вы знаете, вот у меня эта боль прошла. Я, конечно, был рад, потому что меня к тому времени уже уволили. Не надо было искать новую работу. Я был рад, но я, честно говоря, в тот момент абсолютно было какое-то неверие, что ли. Я давал друзьям своим по их просьбе, у них все проходило, давал третьим лицам, все проходило, но не было какой-то уверенности, что это надо как-то развивать. Я не знаю, почему. Второй раз, когда я на тренировке, опять же, повредил себе спину, делал тягу на тренажере в позе грибца, и вот когда последний, последний буквально грибок я делаю, я чувствую, что у меня в позвоночнике что-то хрустнуло, и все. Я в этом положении зю, в общем-то, поехал домой. Благо, что у меня был стенд, я кое-как на него лег, когда я ложился на него, я чувствовал, что у меня вот этот позвонок, который зажало там, вот этот сустав, просто скрипит от того, что я вот ложусь и распрямляюсь. Конечно, был и страх у меня, потому что я помнил вот этот год, который я мучился. Ну, думаю, ладно, отлежусь. Постельный режим, конечно. Как он проходил у меня, постельный режим? Я лежу, стенд стоит возле дивана. Допустим, если мне надо встать в туалет поесть, я иду свои дела делаю, но прежде чем лечь на диван, я ложусь на стенд, и свои 10 минут я отвисаюсь, делаю все то же, что вы увидите сейчас, и перекатываюсь на диван. И, в общем-то, не двигаюсь, лежу, сплю. И вот так день, два, на третий день я уже встаю, я могу двигаться, я встал, одеваю пояс, который поддерживает, и поехал на работу. Уже с поясом. Приезжаю вечером, опять на ночь тянусь. утром, по-моему, где-то пять дней, вот утром, да, там, может быть, еще с поясом. А вот на пятый день, когда я проснулся, я пояс выкинул, у меня было абсолютно вот нормальное положение тела, никакой боли, никаких проблем больше не было. Был такой, опять же, случай со мной, вот три случая, которые были показательны. Когда я переносил станок, я поднял его, оторвал, вернее от пола, но он там довольно-таки многовесил, и я чувствовал, как компрессионное сжатие было. Бац! И опять же, вот эти суставы у меня что-то там зажало. Я пытался, пытался там и повисеть, и различными движениями как-то разблокировать, но ничего не получалось. А стенда у меня в этот момент не было, я его отдал другу. И вот мне пришлось поехать через весь город к нему, и только я на него лёг, вот как вот лёг, расслабился, и он на этот тын, и всё, встало на место. Даже в этот момент я, в общем-то, абсолютно не думал, что вот эту тему надо двигать дальше, показывать людям. Когда всё это началось, это буквально года три назад, у нас есть фестиваль такой шикарнейший, Дитя природы на Ладоге проходит в связи с днем лета, там, десять дней. Вот одна знакомая мне предложила поехать туда, взять и вот стенды, там два штуки у меня было как раз-таки, и поехать туда. Говорит, это твоё место, поедь, покажи людям. я туда приехал на один день, как я думал, но когда зашёл я вот на эту территорию, я понял, что это моё место. Вот действительно, перед глазами как будто вот сотни лет пролетели, я думаю, вот мой народ, вот реально. И я там остался вместо одного дня все десять дней. И вот в этот момент, когда люди начали ко мне приходить, когда я начал вот своими глазами видеть, насколько он работает мощно, быстро, почти в любой проблеме вот спины, человек встаёт, говорит, здесь отпустил, там отпустил. Вот тогда у меня восприятие поменялось где-то на сто, не то, что на сто восемьдесят градусов, просто у меня открыли глаза, что в этом направлении надо идти. И, в общем-то, начались более плотные изучения, более плотный подход к этому делу. если есть какие-то были подсказки от людей, какие-то доработки, всё это тут же дорабатывалось и развивалось. Вот как я это вижу, как развивать, как он может пригодиться людям. Вот если мы сейчас посмотрим на карту, сколько у нас вот этих посёлков, в которых нет вообще медицины. вот сколько у меня было куплено стендов на периферию государства, в деревне, в посёлке. Вот если даже в каждую деревню поставить по одному стенду и показать, как это работает, проблема будет вот реально решена. Вот по спинам, по суставам проблема будет решена в людях. Вот как возьмём вот эту бабушку, 88 лет, она пришла, потянулась и пошла на огород опять. Сняла всё напряжение и всё. Если там деревня на 100 домов, да реально, вот поставьте там где-то один стенд, покажите, как работать. Даже если человек просто на него ляжет, не зная, как работать, он уже почувствует, потому что всё здесь чувствуется, всё через чувства. вот хочется так познакомить людей, чтобы вот это знание, что у нас тело далеко, не дурное, оно подсказывает, мозг это считывает, но мозг и тело одно дело, да. В этом направлении идёт сейчас развитие и будет развиваться. Максимально будем знакомить, максимально будем раскрывать эту тему. давайте мы сейчас в реальности посмотрим, как это устройство будет работать вот здесь и сейчас. у нас. Удачи!